Собравшиеся навстречу ребята – участники смены под названием «Историческая память». И вопросы, которые они задавали гостям, подчеркивали практически профессиональный интерес школьников к этому проекту. Общение шло в неформальной обстановке. В этом году была круглая дата 70-летия Великой Победы в войне. И в нашей стране на Красной площади был грандиозный парад. Мне интересно, как эта дата отмечалась в Соединенных Штатах Америки? Это в основном были спонтанные мероприятия, которые не были тщательно спланированы. В маленьких городах проходили маленькие парады, в больших городах тоже были мероприятия. Мальчишки и девчонки, сидящие в зале, приехали со всего края. Все они участвуют в различных программах регионального агентства по молодежной политике. Эта встреча для них – возможность увидеть, как с помощью международных проектов можно сохранить историческую память двух народов. Я считаю, что проект этот важен, потому что это воссоздание памяти о том, когда в годы Великой Отечественной войны Америка помогала России, несмотря на то, что отношения у нас были не самые лучшие. И сейчас воссоздаются те условия. Летчики испытывают те же самые условия, которые испытывали когда-то наши деды и прадеды. Это было очень интересно послушать о перелетах из Америки в Россию по трассе Аляска-Сибирь. Я считаю, что это важно знать нам, простым людям, о истории края и всей России. Пилоты в красках поведали ребятам о приключениях в дороге. Были поломки, приходилось терпеть холод на высоте. Самолеты не герметичные, поэтому температура за бортом и внутри практически одинаковая. Рассказали и о самом маршруте. В 40-х военные летчики летели из американского города Грейт-Фоллс через Аляску в Сибирь. Конечной точкой для большинства самолетов был Красноярск. За время войны в наш город было доставлено почти 8 тысяч боевых машин. В честь юбилейной даты пилоты раритетных самолетов решили продолжить полет через всю страну. Вообще маршрут оканчивается в Москве. В Москве на московском авиационно-космическом салоне. Это последняя неделя августа. Но Красноярск вообще считал, что финальной точкой трассы. Но ведь самолеты каким-то образом попадали дальше на фронты. То есть часть шла по железной дороге, часть своим ходом. Мы летим своим ходом. Самолеты будут переданы в музей вооруженных сил в рамках авиакосмического салона. В составе экипажей самолетов четверо американских и пятеро русских летчиков. Для них провели экскурсию по Красноярску. Организовали встречу с краевыми поисковыми отрядами. Заокеанских гостей поразили исторические места города. Часовня на караульной горе, коммунальный мост, старинные здания. Но больше всего впечатлили масштабы страны. Невероятные просторы и расстояние между городами для нас, американцев, это очень необычно. Так же, как деревья и горы. Все это потрясающе. Уже в пятницу раритетные самолеты отправятся дальше. Сегодня вечером летчикам и техникам предстоит предполетная подготовка. Машины должны быть в идеальном состоянии перед дальней дорогой. Сергей Сеславин, Всеволод Никитин. Новости.